Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем программу «Пятница 13» в студии Евгений Климов. Как и обещали, мы сегодня расскажем про то, какие решения используются для слежки за сотрудниками и, в общем-то, какие последствия от этого бывают. Какие все-таки решения сейчас используются на рынке? Какие компании их ставят? Для чего? Какие каналы они перекрывают? Расскажи. Возможности выбора сегодня на рынке на самом деле очень огромное количество, потому что можно как купить, например, программные кейлогеры за 200 рублей, за 300 рублей в интернете и поставить на компьютер, который будет записывать все нажатия клавиш и все снимки экранов отслеживать. Можно купить аппаратные кейлогеры, которые ты видел, наверное, подключаются к клавиатуре и все в себя пишут, и его, в принципе, только визуально можно определить, что он стоит. А можно купить, например, какую-нибудь серьезную систему типа SORM. Например, компания MFE Soft такие системы делает, которые позволяют обеспечивать контроль за телефонными переговорами и так далее, за такими каналами. И сколько они примерно стоят? Вот дешевые решения, понятно, дорогие. Вот, например, DLP решения, которые позволяют контролировать почту, интернет, отправку на печати, запись на флешки, обеспечение доступа к электронному архиву всей этой информации, которую мы собрали. В зависимости от объема компания может доходить там только за лицензией, без работы, без оборудования тысячи до там 200-300 долларов. Ну, сам посуди, да, оно получает сколько там сейчас? Больше 10 миллионов рублей только за лицензии. А тебе еще нужно туда закупить сервер, куда это все поставить, да, еще необходимо привлечь специалистов, которые все внедрят, потому что DLP решение, оно как таковое должно еще и правильно внедриться. То есть информацию нужно категорировать и так далее и тому подобное. То есть процесс сложный, да, и решение дорогое. А что, какие каналы контролируются? Типовые каналы следующие. Типовые каналы, это, конечно же, корпоративная почта, это интернет, это запись на внешние носители, на флешки, на внешние жесткие диски. Это чат, например, ICQ либо Skype иногда контролируется. Отправка на печать. Мы можем найти такой класс решений, который позволит контролировать вообще все, что делает сотрудник. С кем он переписывается в почте, да, что он рисует в paintbrush на экране, да, то есть записывать, а-ля, знаешь, такой мультик, рабочий день сотрудника, да, чем он занимается. Вот для этого необязательно оставить дорогостоящую DLP-систему. Для этого можно купить очень дешевые, эффективные решения. Разница между ними будет просто, что у тебя в большой организации нужно DLP, потому что там определенные задачи, да, стоят по контролю, и нужно все централизовывать, агрегировать, анализировать каким-то образом, чтобы были удобные инструменты работы с этим всем. А если компания небольшая, да, SMB, например, сектор, то, на мой взгляд, ну, по опыту многие не переплачивают, и многие обходятся при необходимости вот такими средствами. Из лайтовых решений, да, это Perfect Helogger, например, то, что очень часто используется. MFE Soft, мы уже сказали, компании, производящие DLP-решения, да, это контроль утечки информации по каналам, например, WebSense есть, белорусская компания Seachinform. Кстати, помнишь наверняка интересную историю, что у компании-разработчика решение по защите от утечек информации, информация утекла. И об этом в интернете там, потом был там целый скандал интриги расследования. Кто еще? Компания Zecurion, компания SmartLine, да, SmartLine, они производят девайс-лок, и у них еще DLP-решения появляются. McAfee и многие другие. Каким последствиям в результате вот привозит использование этих систем все-таки для сотрудников? То есть вот мы узнали, да, что человек что-то там сделал. Последствий на самом деле несколько, да. Во-первых, это дискомфорт от работы, согласись. То, что когда люди знают, что вся их деятельность, она контролируется, это не очень приятно. Это дестабилизирует какую-то обстановку, да, и внутреннюю атмосферу в коллективе. В случае, если начинается вообще охота на ведьм, то можно потерять половину персонала, потому что им становится некомфортным. А сам знаешь, на рынке труда сейчас дефицит, особенно там в ряде профессий. А с другой стороны, если что-то происходит, да, если служба безопасности выявляет, проводит расследование, доказывает факт, что сотрудник там нанес ущерб организации за счет утечки той или иной информации, то его чаще всего увольняют. Но увольняют его, как у нас принято в стране, не за там, не знаю там, не за хакерскую атаку, допустим, да, а за хранение наркотиков. В случае там утечки информации не за нарушение режима конфиденциальности обычно, обычно, а за, ну, по соглашению сторон. Мой преподаватель по праву, да, в свое время говорил, никогда не увольняйте сотрудника по статье, так как он всегда восстановится. Но при этом такие факты существуют, увольнения по статье, вот в частности, Mail.ru, есть опубликованное там дело, да, есть куча других дел, где людей действительно увольняют по статье, да, за кражу конфиденциальной информации. Как часто они вообще происходят? То есть вот может быть есть какой-то процент, да, то есть дел, которые действительно проходят по такой статье? Процент таких дел, если есть, то он очень мизерный. Да, мы знаем, у меня есть несколько случаев, когда мы выявляли сотрудников, которые выносили там информацию из компании, которые там сливали это контрагентам, которые получали более выгодные экономические условия при работе с нами, да, и тем самым наносили определенный ущерб организации. Приморище. Мы недополучали, да, деньги. Мы с этими сотрудниками расставались. И они успешно устраивались в другое место, да, но может быть на позиции не хуже. Они успешно, да, устраивались в другое место. Понятно, что у них в трудовой книжке ничего не написано, что по соглашению сторон, но всегда же есть такой механизм, и сейчас им все чаще и чаще пользуются, когда просто звонят на предыдущее место работы и спрашивают, а вот как сотрудник себя зарекомендовал, что вы про него скажете? А вот, кстати, насколько это законно? Действительно, звонить и узнавать. Звонить и узнавать. Когда два безопасника связываются друг с другом, да, и начинают обсуждать. Потому что я честно скажу, что это тоже достаточно спорный момент. У нас есть очень много там друзей общих, да. Насколько законно то, что мы вот с тобой будем сидеть, например, где-нибудь, да, вот здесь, и скажем, ну, слушай, а что ты про него думаешь? Мне кажется, это абсолютно законно. В этой программе мы узнали, какие инструменты для слежки существуют и к каким результатам приводит их работа. В следующей же программе мы поговорим о том, как обойти средства слежки за сотрудниками, в общем-то, для того, чтобы выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.